Украина заняла третье место в медальном зачете на Всемирных играх. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гудсайт. Лучший результат за всю историю участия во Всемирных играх сверх усилий атлетов, тренеров и всей команды Тим Украин, которая побеждала ради своей свободной и независимой страны. 45 медалей, 16 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых – такое достижение сборной Украины, написал министр. На прямой связи и США Андрей Ковальский. Журналист, он освещает Всемирные игры. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я сейчас действительно в Америке. Закончились игры, да. Третье место в медальном зачете. Лучший результат Украины во Всемирных играх. Какое настроение у нашей сборной? Как болельщики поздравляли своих героев? Все расскажите. Вы знаете, на самом деле настроение у спортсменов просто роскошное, шикарное. Это на самом деле лучшее выступление украинской сборной за всю историю. Но, если честно, то медали радовались, конечно, ребята медалям. Но для них было другое и важное. О чем я сейчас расскажу чуть позже. Вчера была церемония закрытия. И на эту церемонию закрытия организаторы решили не делать традиционный парад атлетов. А атлеты вышли такой большой группой. Это должно было символизировать единение, мир, что спортсмены как одно целое. И очень примечательно, что в этой группе не было спортсменов со стран террористов. Я говорю, конечно же, про Россию. И ребята были очень счастливы, потому что на самом деле церила такая атмосфера дружбы, дружелюбия, мира. И они не скрывали того, что они рады быть здесь, потому что они не просто украинцы, которые выиграли медали. Они украинцы, которые рассказали про Украину всему миру. И здесь американцы очень часто подходили к нашим спортсменам, потому что у всех спортсменов форма в украинских цветах с надписью «Украина». Они говорили, что они молятся за наших спортсменов, за наших украинцев, за наших жителей. И это было нередко, когда они действительно становились и молились просто перед нашими атлетами. Очень большая поддержка, и атлеты это чувствуют. И они об этом рассказывали просто перед тем, как выйти на стадион на церемонию закрытия всемирных игр. Ну да, вот для каждого спортсмена это была не просто борьба за медали, не просто победа на ринге, на ковре или на корте. Это намного больше то, о чем вы сказали. И я лично это тоже ощущала, когда какие-то выступления смотрела. Еще я хотела спросить, на этих соревнованиях были представлены виды спорта, о которых большинство людей слышали весьма отдаленно. Например, муай-тай, фистбол, флаг-футбол. Можете рассказать чуть подробнее, и какие успехи тут у наших спортсменов? Я могу, конечно же, рассказать, но я могу попросить об этом рассказать президенту спортивного комитета Украины Илью Шевляка. Илью, пожалуйста, подойдите к нам. Он точно знает об этих спортсменах, этих видах спорта намного больше. Вопрос был о том, что про наши успехи рассказать в муай-тай, фистболе и других видах спорта, которые довольно экзотические для Украины. Доброе утро, добрый день. Украина, на самом деле, это лучшее выступление Украины за всю нашу независимость. Украина попала в тройку лучших. Мы заняли третье место, а если по золотой медали, то, в принципе, второе. 16 золотых медалей на уровне хозяев, которые принимали все мирные игры с Америки. И настроение у наших ребят очень позитивное, настроение победителей. Потому что чувствую то, что они сделали большое дело, приехав сюда и понимая, что это не просто выступление, это не просто борьба за результаты, борьба за медали, а это борьба за победу, которая важна для всей Украины. 19 видов спорта, которые были представлены в Украине. И вот вы вспомнили муай-тай, это один из тех видов спорта, который вчера фактически закончил все мирные игры. Так же, как и в Агротстве, последние выступления, последние два дня. И мы очень рады и гордимся нашими тайскими боксерами, поскольку они фактически поставили золотые, даже не одну, а несколько золотых. Три золота мы выиграли, серебро и бронзу муай-тай. И из пяти атлетов, которые принимали участие в всемирных играх, на самом деле каждый атлет завоевал медаль. Из них три золотых. И что важно, две из трех золотых медалей ребята стали двукратными чемпионами всемирных игр. Олег Примачев и Игорь Любченко. Очень сложные поединки, очень жесткий вид спорта. И в эфирах, в которых были наши спортсмены, боролись и игрались за победы с лучшими спортсменами мира, в том числе и с Таиланда, родоначальника. А другие виды спорта, о которых мы вспоминали, это фистбол, флагфутбол. Вот эти виды спорта, которые в Украине, они довольно экзотические. Развиваются ли они? Довольно экзотические. Украина не была представлена в них, в этих всемирных играх. Но в том и суть всемирных игр, в том, чтобы показать красоту, показать новые виды спорта, которые могут развиваться в странах, которые входят в Ивгу организаторов всемирных игр. Кстати, про экзотические виды спорта. Есть такой вид спорта паркур. И это для нас, казалось бы, экзотический. Но Украина взяла золото в этом виде спорта. И вполне возможно, что в будущем это будет даже олимпийский вид спорта. Конечно, если мы в парках наблюдаем, как наши дети паркурят, мы уверены, что там победим. У меня еще такой вопрос. Вот Россия не принимает участие в этих играх. Как спортсмены и болельщики отнеслись к тому, что представителей страны-агрессора нет на этих соревнованиях? И вот как вы думаете, насколько это ощутимый удар для самих спортсменов, которые лишены вот главного, да, возможности соревноваться? Вопрос, что не было России на соревнованиях. Как отношение спортсменов к этому? И как они относятся к тому, что они лишены возможности с ними соревноваться? ЕВГА, которая является организатором всемирных игр, наверное, одна из первых международных спортивных организаций, которая приняла очень жесткое решение 26 февраля, когда произошло вторжение в Украину. Одна из первых, которая не допустила своим решением участия российских и белорусских спортсменов. И на самом деле такое решение было позитивно принято всеми странами. Во всемирных играх принимало участие в 110 странах. И все прекрасно понимают, что спорт не является вне политики, а спорт один из инструментов, который может повлиять на окончание войны. И тот инструмент, который может привести к решению, к сожалению, такой сложнейшей проблемы, которая существует не только для Украины, а в мире в целом. От себя добавлю, что действительно все поддерживают решение, что России не должно здесь быть. И болельщики подходят и говорят, куда бы они хотели отправить Россию вслед за кораблем. А для спортсменов это тоже очень принципиальный момент, потому что Россия, к несчастью, она довольно сильна в спортивном плане. И то, что России здесь нет, для нас в спортивном плане, подчеркиваю, наверное, даже хуже. Потому что россияне бы точно вошли в борьбу за первые места. И мы бы даже могли стать вторыми, потому что они могли бы забрать медали у немцев, американцев. Но наши атлеты готовы на такие жертвы. Они готовы остаться вообще без медали. Только бы не было, наверное, россиян и близко. Потому что страна-агрессор не должна быть представлена там, где все мирные страны. Спасибо вам огромное. Спасибо, Андрей и Илья. Я напомню, Андрей Ковальский, журналист. Илья Шевляк, президент спортивного комитета Украины, были с нами на связи.